МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крупнейшая в истории человечества радиационная катастрофа. Её последствия для Беларуси названы национальным экологическим бедствием. 35% выпадения радиоцезия в Европе пришлось именно на белорусские земли. Ущерб 235 миллиардов долларов или 32 годовых бюджета республики того времени. Под загрязнение попали 3678 населённых пунктов. В них проживало более 2 миллионов человек. Ни одна из стран не пострадала сильнее. Беда, пришедшая к нам извне, стала вызовом для белорусского государства, но ещё и стимулом к развитию специализированных направлений. Создана собственная научная школа. За 35 лет удалось перейти от реабилитации территорий к их активному возрождению. 20 тысяч гектаров земли вернулись в сельхозоборот. Беларусь сегодня в авангарде стран, обладающих уникальными технологиями производства спецоборудования. Аграрии научились получать чистую продукцию по самым жёстким критериям качества. А учёные-медики разработали и внедрили уникальные методики лечения. Вложения суверенной Беларуси в преодоление последствий аварии превысили 19 миллиардов долларов. А это строительство жилья и инфраструктуры, новые производства, технологии ВПК, адресная помощь, оздоровление. Для переселенцев построено без малого 69 тысяч квартир и домов. Для комфорта жизни возведено 157 школ, 116 детских садов. Газифицировано почти 23 тысячи жилых домов. Проведено более 2000 километров водопроводов. Белорусские технологии оказались востребованы в высокотехнологичной Японии. С опорой в основном только на собственные силы, Беларусь стала страной-экспертом по преодолению последствий крупнейшей в мире радиационной аварии. Приоритет неизменен. Безопасность человека. От чистой продукции до условий для жизни.